Добро пожаловать! Это первая лекция после введения. Мы изучаем с вами богословие покоя. Еще раз представлюсь, меня зовут Джим Андерсон, и мне помогает моя жена Лойс. И прежде чем мы приступим к этой лекции, позвольте сделать краткий обзор всего курса. Весь курс разделен на три раздела. В первом разделе мы говорим о том, насколько радуется Бог, когда мы отдыхаем. Верите вы в это или нет, Бог радуется, когда вы отдыхаете, а не только когда служите Ему. И по этой теме у нас будет с вами пять лекций о том, что Бог радуется, когда мы отдыхаем. Следующий раздел также включает в себя пять лекций. И мы с вами поговорим о том, как следует отдыхать, как находить покой в этом беспокойном мире, когда столько всего надо сделать, заботиться о себе, о своих домашних, зарабатывать деньги, воспитывать детей, как при всем этом еще и отдыхать. Я дам вам практические советы, основанные на Библии, о том, как отдыхать. И на третьем разделе этого курса мы с вами будем говорить о покое в наших сердцах, в нашем разуме, покое, полученном от Бога. И как взять этот покой с собой, на рабочее место, в семью, как быть успокоенными людьми, людьми, примиренными с Богом и с окружающим нас миром. Итак, вот это три основных раздела курса. А сейчас мы с вами вернемся к самому началу. Книги, которые описывают это начало, книги «Бытие». Книга «Бытие» и начинается со слов «в начале». И первые главы книги «Бытие» представляют собой некий фундамент всего остального. Бог сотворил небеса и землю. И первый стих книги «Бытие» состоит из нескольких еврейских слов. И кто-то сказал, если мы не разберемся с этими словами, то нам будет трудно понять всю Библию. Нам нужно принять и поверить, что у этого мира было начало, и именно Бог его сотворил. «Все существующее сотворено могущественной рукой Божией». Подробности этого процесса сотворения нам не даны. Но то, что именно Бог все сотворил, это то, с чего начинается наша вера. «Бытие» 1.1. И если мы не сможем принять и поверить в это, нам будет трудно принять все остальное, записанное в Библии. Необходимо верить, что Бог есть и что Он создатель всего существующего, того мира, той вселенной, в которой мы живем. Эти начала — основания нашего мышления и благополучия. книга «Начал» — это книга «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу Своему». Мы не будем читать всю первую главу книги «Бытие», но прочитаем с 27 по 31 стихи. И я попрошу свою жену Лоис прочитать этот текст Священного Писания, стихи с 27 по 31. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил Его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». В конце каждого дня Бог говорил «хорошо». Каждого дня сотворения, каждой фазы сотворения. Но в конце шестого дня, когда был сотворен человек, Он сказал «хорошо весьма». Весь мир отражает славу Божью. Мы читаем в 18-м псалме такие слова «Небеса проповедуют славу Божию». Все творения свидетельствуют о славе Божией. Но если мы посмотрим на человека, то мы поймем, что человек выделяется на фоне всего творения, потому что он сотворен по образу Божьему. Все творение являет славу Божью, но только человек сотворен по образу Его. Есть что-то в человеке, что отличает его от всех животных, и это образ Божий. Богословы спорят о том, что означает образ Божий в человеке. И я не собираюсь приводить все возможные толкования и точки зрения на этот счет. Но, говоря просто, своими действиями и поступками здесь мы являем Бога. Мы имеем отношения с Богом, во всяком случае должны их иметь. После грехопадения эти отношения нарушились, и эти отношения не такие, какими должны быть, но в человеке есть стремление быть подобным Богу, быть по Его образу. И будучи образом Божьим, мы должны делать то, что делает Бог. И мы видим в первой главе книги Бытия, что Бог трудится, Он творит. Если мы хотим являть образ Божий, то и мы должны трудиться. Итак, в первой главе мы читаем о том, что Бог трудится, Он творит, и мы об этом прочитали. Но во второй главе книги Бытия происходит нечто иное. Да, если мы уподобляемся Богу, мы должны трудиться, мы должны работать. И нетрудно увидеть, что люди способны творить гораздо более, чем другие животные, населяющие Землю. И сегодня порой поражаешься, до чего доходит научный технический прогресс. И любая технология основывается на открытиях ученых о том, как сотворен наш мир, наша планета. Что ж, если мы хотим быть похожи на Бога, мы должны трудиться. Но во второй главе книги Бытия мы находим еще одно основание, настолько же важное, как и в первой главе Бытия. Мы читаем о том, что Бог отдыхает, поэтому и мы должны отдыхать. В Бытие, 2 глава, 1 стих, мы читаем, «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела Своих, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые и делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо Он и почил от всех дел Своих». Да, мы должны трудиться, будучи сотворенными по образу Божьему. Мы должны творить, подобно Богу. Но если мы хотим быть еще более подобны Богу, мы должны отдыхать, так как и Он. И это вызов для некоторых из нас. И то, и другое от Бога, и это до грехопадения. Бог работает, и человек должен работать, творить, господствовать над животным миром, над землей, сохранять ее, являть Бога своими поступками этому миру. Но затем человек должен отдыхать. Бог работает, человек работает. Бог отдыхает, и мы, будучи сотворенными по Его образу, также должны отдыхать. Джон Сейлхаммер, богослов, которого я знаю уже на протяжении многих лет, написал следующее. Вполне вероятно, что по авторскому замыслу о Писании седьмого дня следует понимать в свете темы образа Божия. Если целью указания на подобие человека, Творцу, был обращенный к читателю призыв уподобляться Богу, например, Левит 11, 45, «Будьте святы, ибо я свят», то немаловажно, что стихи о седьмом дне, что стихи о седьмом дне подчеркивают как раз то, к чему автор так настойчиво призывает читателя в другом тексте библейского поискования, в книге «Исход», где мы читаем заповедь о субботе, четвертая из десяти заповедей. Поэтому это как некое прелюдие, предвкушение того, что скоро наступит. Вскоре Бог заповедует отдыхать, а пока Он показывает сам, как это делать. Подобно как ребенок, засыпая, нуждается в родителе, который лег бы рядом с ним, прежде чем заснуть. И Бог показывает нам на собственном примере. Покой — это очевидное проявление Божьего образа в человеке. А теперь задумайтесь, не казалось ли вам, что вы отражаете образ Божий лишь тогда, когда работаете? Когда творите, когда проявляете владычество, но отдых также необходим для человека. И более того, сам Господь почил, показывая нам, как это нужно делать. Конечно, все это есть тайна, как это Бог, который не устает, почил, чтобы отдохнуть, и мы об этом еще поговорим. Но я хотел бы указать, я хотел бы еще раз подчеркнуть то, что я уже говорил. Точно так же, как нам нужно принимать и признавать важность первой главы книги «Бытие», всего, что там записано. И в первой главе мы читаем о том, что Бог трудится шесть дней. Точно так же важно принимать вторую главу, где Бог останавливается и отдыхает. И мы с вами вскоре будем говорить о важности отдыха. Зачастую все, на что мы обращаем внимание, это на процесс сотворения, и богословы спорят о том, что понимается под нем, что происходило в эти дни, и как Бог творил этот мир. И это здорово, когда мы пытаемся вникнуть в первую главу книги «Бытие», но ошибочно было бы останавливаться на первой главе и не замечать того, что Бог отдыхал, показав нам тем самым ритм жизни. Надо работать шесть дней, а затем идет день, когда надо остановиться, перестать работать. И с этого ритма нельзя сбиваться. Какое-то время назад я играл в музыкальном оркестре, и учился делать паузы. И если вы задумаетесь о каких-то музыкальных произведениях, то вы поймете, что без пауз они не будут такими великолепными. Не будет предвкушения, вызванного тишиной. Взять, скажем, Пятую симфонию Бетховена, всем хорошо известную. Та-та-та-тан. Та-та-та-тан. Если вместо этого было бы Та-та-тан, та-та-та-тан. То это бы не звучало уже так привлекательно. Вот представьте, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Слишком монотонно. В музыке есть паузы. И Бог показывает нам, что делать паузы нормально, что должен быть ритм. И не сбивайтесь с Божьего ритма. Вы станете истощенными, уставшими, монотонными, как личность. И сотворив нас, Бог сотворил с необходимостью отдыхать. Итак, Бог задает ритм труда и отдыха. И Бог сотворил человека по своему образу для труда и для отдыха. Будучи сотворенными по образу Божьему, мы должны работать. Если кто-то не работает, хотя способен это делать, то он не прав. Но так же неправильно работать без передышки, без отдыха. Еженедельный ритм отдыха. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com по запросу tvseminary.com ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok